Привет, сегодня рассмотрим телевизор среднего размера от Starwind, узнаем, насколько он хорош в использовании на дому. Оставайся со мной. Давайте поговорим о внешнем виде этого телевизора. Он выполнен в классическом черном цвете, что делает его универсальным выбором для любого интерьера. Размеры весьма стандартные для 40-дюймовой модели. Ширина около 898 мм, высота 515 мм, а толщина всего 87 мм. Это позволяет легко разместить его на стене благодаря монтажу виса 200х200. С весом всего в 5,7 кг переместить телевизор не составит труда, если вдруг захочется изменить расстановку в комнате. И не забывай заглядывать в описание под видео, там тебя ждут полезные ссылки и скидочный промокод для выгодной покупки. Перейдем к самому интересному дисплею. Экран нашего телевизора действительно впечатляет, 40 дюймов чистого удовольствия с разрешением Full HD, что составляет 1920х1080 пикселей. Благодаря LED-матрице изображение получается четким и ярким. Контрастность в 5000 к 1 гарантирует глубокие черные и чистые белые тона, а яркость в 220 кандал на метр квадратный делает картинку достаточно светлой даже в освещенных помещениях. Частота обновления в 60 Гц обеспечивает гладкую подачу динамичных сцен, что особенно важно при просмотре спортивных матчей или фильмов с быстрыми переходами. А еще углы обзора 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали, что позволяет наслаждаться качественным изображением из любой точки комнаты. Ты точно не пропустишь ни одной детали. Теперь о звуке. В этом телевизоре установлено два динамика, каждый из которых обладает мощностью 8 Вт. Это дает в сумме 16 Вт, что вполне достаточно для комнат средних размеров. Звук получается чистым и достаточно громким, чтобы наслаждаться фильмами или музыкой без дополнительной аудиосистемы. Также стоит отметить наличие аудиовыхода S-PDIF, который позволяет подключить внешний звуковой интерфейс или домашний кинотеатр для еще более глубокого и объемного звучания. Это отличное решение, если ты хочешь улучшить качество звука при просмотре кино или слушании музыки. Модель оборудована пятью различными тюнерами, что позволяет ловить ТВ-каналы в широком диапазоне частот. Это делает его идеальным выбором как для просмотра телевизионных программ, так и для наслаждения спортивными событиями и видеоиграми. Особенно приятно, что для подключения внешних устройств предусмотрено три HDMI-порта. Это позволяет одновременно подключить игровую консоль, ноутбук и, например, медиаплеер. Два USB-порта дадут тебе возможность проигрывать медиафайлы прямо с флеш-накопителей, что очень удобно. Среди других умных функций – таймшифт для перемотки эфира, чтобы ты мог вернуться к пропущенным моментам, родительский контроль, чтобы ограничить доступ к нежелательному контенту для детей, а также электронный гид по программам, который поможет тебе ориентироваться в многообразии каналов и шоу. Эти функции делают использование телевизора удобным и адаптированным под любые нужды. В разделе отзывов я внимательно просмотрел мнение покупателей и готов поделиться обобщенной информацией о плюсах и минусах этой модели телевизора. Минусы. Угол обзора 145-150 градусов. Нет кнопок на корпусе. Отсутствуют тюльпаны. Неудобный пульт. Плюсы. Хорошее изображение. Нормальный звук. Можно повесить на кронштейн. Глянцевый экран. Хорошая яркость и контрастность. Качественная сборка. Простота использования. Отличная цветопередача. На этом наш обзор подходит к концу, не забывай проверить описание под видео, там тебя ждут ссылки на магазины и скидочный промокод, который сделает твою покупку еще выгоднее. Если у тебя есть что сказать о этой модели телевизора, пиши в комментариях, твое мнение важно для нас. И конечно, если тебе нравятся наши обзоры, подписывайся на канал и ставь лайк. Это поможет нам делать еще больше интересных и полезных видео.